здравствуйте ребята здравствуйте я как понимаю наш эксперимент не увенчался успехом потому что все люди оказывались трусливыми мразями то есть кого бы мы не отправляли кого бы я не отправлял вам были бы всех пугали вели себя отвратительным образом совершенно как животное либо просто люди не выдерживали не выдерживали популярность не выдержали славы и успеха понимаете насколько это тяжелая ноша быть смотримым даже двумя сотнями человеков протри камеру все я даже вам отправлял своих земляков максима который занимается профессиональным бурением не как любитель павел микус до бурением занимается а профессионально бурильщик я пять минут слушал его рассказы о том как надо бурить а вы пришли и испугали взрослого мужика который занимается бурением как он утверждал мне лично по своему удовольствию спиздил идею джараха да я спиздил дею джарахов ведь функцию поделиться трансляции придумал эльдар джарахов это абсолютно правда то есть это знаете как религия которая узурпировала мораль также эльдар джарахов узурпировал функцию поделиться трансляцией пиздец ты гений крепота в смысле то что я постарился или чё но в общем юрий хованский класс даю хованский классный мужик безусловно лучший на свете на свете человек делать так чаще хорошо обязательно вот как только как только по это настроение лишний час времени так обязательно охеренная стрижка стрижки дерьмовая я пришел говорю мне процентов на 20 укоротить они укрыли они оставили 20 даже наверное 12 ты глаза крипов и да согласен глубоко засели вот если даже глубину измерять то вот тут вот посюда вот относительно лба у меня ведь вот вот посюда вот они посажены мои зырки и зенки многие не знают значение слова зенки и зырки это одно и то же когда версус это блять это не хипстер это сука хипстерская прическа не может стоить до 350 рублей чё ты выебываешься я постришься у тетки которая ну она то есть выглядит как бомжиха сама по себе да хотя в принципе парикмахеры должны выглядеть неплохо она выглядела как бичара и я такой говорю вот здесь ну уберите в два раза здесь уберите там ну чуть побольше и я побоялся что они не сделают вот это бидорское говно которое называется андеркат да я говорю а вы знаете что такое андеркат ну в том контексте что не делать этого отлива нет я такой охуенный охуенный этот парикмахер просто я стрелюсь раз четыре месяца в пять и он сказал да да немного уберу и вот результат короче не гоните на прическу так напугали девицу последнюю она прям вот она не очень умная она симпатичная безусловно она играет даже неплохо вот пока вас не было она играла неплохо вы все испортили сучьи дети стыдно мне за вас давайте следующий раз когда вы поймете что я отправил людей не свою тупую харю с глубоко посаженными зенками демонстрировать вы не будете пугать людей просто поздоровайте с ними суки всему вас надо учить банальным знанием этикета мы пытались подружиться с ней видел я как ты пытался ты ты и он мразью назвал сходу хованский победит да конечно окей согласен я писала не че че мы тупые не образованы ну хоть кто-то объективен я я про тебя усы да усы надо побрить но это не усы это это поросль молодая как вы прям андракад и немцы носили сейчас просто хипстер спиздили хипстер все да испортили трансляции стольким людям а я хотел просто поделиться интересными персонажами с разных концов земли бурильщиком из архангельска женщиной бард из смоленска и я щас не остаси левине хованский не нужен ну спорно нет все нужны даже глупцы нужны для того чтобы шарлатаном был на что есть поэтому так пиздец мы давно действительно стыдно мы хотели посмотреть но они отключились и не хотели рассказывать вывели себя просто очень агрессивно ты под как она не ну ну что за чат все ебло заграживает да безусловно надо придумать ряд хитростей перископ вообще сервис сырой достаточно и еще очень много косяков всяких я только хотя я как бы то тестер просто никакой багов которыми не очень доставляют лизни камера охуевший урод вали отсюда лизь лазь об нет не в тебя попал об об заблокировать пользователя ты первый и единственный кого я заблокирую я больше никого не буду блокировать принципиально пусть ты знаешь ну если ты посмотришь потом запись ты сейчас не видишь потому что заблокирован ты единственный человек которого я заблокировал раз и навсегда я больше никого не заблокирую из вас клянусь нейронами можете писать чего угодно но того чувака я просто заблокировал потому что он требовал от меня лизнуть камеру так 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 успеха почет да спасибо чат рулетку давай можно в принципе просто я сегодня хотел другими делами заняться книжку там почитать и подписать кое-что сегодня выпал в центр сделал очень много важно поэтому скоро будет весело и сейчас принципе на канале весело но скоро будет еще веселее лови сердечки в ртом я тебе что пидорило что ли нет это ужасно ты девушку вроде заблокировал ну блин ну 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 кто виноват какую книгу читаешь сейчас я читаю плутовство и обман кажется неплохая книжка ты чё пострелся питер ну блин как бы мыться чтобы пореже вот мне жарко жарко смотреть на тебя жарко ты в одежде я в надежде скорее потому что что прохладненько все макс репост хованский нужен хованский нужен безусловно камера apple почему почему пересветы почему белый свет вот здесь вот понизила чуть и со а то с волосами как чему читаешь самые бессмысленные комментарии ну давай попробуй задать как бы хороший вопрос вменяемый воняешь помойся хорошо анорак ансисер мразь ответит я не знаю я не могу прочитать что здесь написано я купил эту хуйню когда попал под ливень мы с конниковым были заперты в такая галерея меня тошнит от такая галерея я был вынужден быстро ничего не схватить и бежать домой это первое что попалось под руку кумыс нет не кумыс перископ да блин перископ вот в таком проявлении я не хотел заходить в принципе да вот вот сейчас разных персонажей интересных но вы вы срываете трансляцию как дети умственно отсталые понимаете ларин читал коран но не только в кратком изложении как тебе руслан усачев как мужчина не доставляет ларин покажи эмблему мразь так из сайт туго печатается набирается в смысле или ты спринтером сидишь во внюмочку ларин какой вопрос что у вас с хованским что за дуэль дуэль называется вверху батл я думаю будет весело не так пересвет ужасно елки нет елка вообще это языческий символ ну на самом деле что означает елка это christmas tree да то есть рождественское дерево рождественское дерево если читать книжку господню это не елка это пальмовая ветвь то есть это пальмовое дерево скорее или оливковое я не помню ошибаться но суть в том что это дерево с которым встретили христа в том городе в котором приперся я не помню то ли иерусалим то ли назарет ну неважно суть в том что там елок нет елка это такое импортозамещение скажем так вот а люди такие ну типа елка да новый год все так все такое нет новый год рождество очень связанные праздники да вот смотрите на венецию что ли ларин ты возобновишь проект ларин шагает да почему нет я жду не дождусь когда ко мне приедет джай озмо я просто блять в ахуе потому что она идет уже ко мне 20 дней хотя в принципе продавец обещал что дойдет за 15 даже по-моему за 10 но то есть там оплачена была доставка и все такое я жду эту штуку очень крутой я хотел снять ларин шагает и вообще всякие кинематографичные штуки касательно стабилизации все такое ну вот почему ты трахаешь мозг а нам нравится я не знаю ты извращенец наверное открой скетч я думаю скетчи можно сделать в контексте другого шоу который будет скетч комом вроде того что сделал гурам только лучше гурам на новом канале на своем который гурам из раком и кафом снял кое-что скетчи подобные типа скетч кома ГО Кликей в Латвию у меня нет визы пока что надо надо съездить к Ликей я обещал ему летом так что я поеду летом из Латвии может увидимся ларин читал майн кампф ответь майн кампф я читал еще когда мне было 20 лет но я тогда вообще не проникся ни хера я понял только что эта книга про общество больше нежели про ненависть к евреям и как она да книга как книга любой диктатор написал бы точно такое же абсолютно любой Лиматов Киес да почему нет философия Ницше ну Ницшеанство вот эта вся история в общем то и явилась причиной создания фашизма то есть наверное Ницшеанство книжки про сверхчеловек куда страшнее чем майн кампф на самом деле но книга хорошая что говорит так говорил за ртустр и все такое фаус все дела Джимми Карр в эфире смешно давай во львов бандеровцам смешно как Вика какая Вика нахуй посоветуй книгу ну хватит быть славным парнем я советую одну книгу всем раньше советовал когда мне писали еще два года назад советую я писал Пелевин нет я писал Довлатов Бероуз Пелевин что-то такое типа или Булгаков Бероуз Пелевин и этого хватало людям очень надолго то есть не могли читать там одного лишь Бероуза плюясь по поводу гомосексуальных сцен вот вот и сейчас типа постоянно что-то требуют почему Марго тебя хуесосить начал я не знаю что такое Марго Марго это кто? я поделюсь с тобой костным мозгом мне твой даже центральный мозг не нужен не говоря о костном окстись женщина причем бардак в хате потому что я не в тюрьме ниггер я могу это сделать Ларин у тебя рак почему волосы выпадают нет они ты знаешь как бы волосы выпадают не так вот да не кусочками они дискретно вылетают как вот у Никиты Черникова у которого действительно по-моему есть некоторый рак или он просто по фану решил пройти курс химиотерапии типа каждый рак музыкант убивает себя по-своему Никита Черников просто пришел в онкодиспансеры такой типа а можно мне курс химиотерапии у меня на наркотики нет что-то плохие попадаются и ему раз сделали волосы все упали нахуй а маргинал а маргинал марго не знаю дело его недавно у него кое-что спрашивал вроде не хейтил у меня тоже много претензий к нему но типа я не вижу смысла в том чтобы его хейтить хотя к психологии ну к психологии тоже но к философии отношусь очень хуево просто предельно так ты бы трахнул марьяну рот да безусловно я уже об этом говорил ну марьяну рот имею ввиду а не мужика который есть вопрос следующий о какую музыку слушаешь да посмотрите в плейлисте ореш чё ореш читал графические романы нет не очень люблю какой смысл читать то что можно блин посмотреть там в каком нибудь киноварианте трахнул бы реш не знаю сложный вопрос сделай обзор на мои вайны не дождешься приснилось что ты издеваешься надо мной бьешь и шкурой называешь мне было больно ну что поделать что с лицом в смысле я стал более вытянутым наверное благодаря на пару через три часа за что да отправляйся домой я все равно ничего умного не скажу когда в беларуси сейчас идут переговоры с дмитрием виски мальтера от их исхода будет зависеть поеду я до нового года в минск или нет так ларин спеши на один деньги ночевать ну как бы я сам как раз в виски то интересуюсь где бы мне переночевать я просто обожаю твои глаза кто пишет такие вещи тот обычно лжается потому что их обычно не видно моих глаз ввиду их глубокую посаженность как познакомился с Юликом а как действительно это было так давно блять что я даже не могу это вспомнить про иллюминат хуяшка господи какие глупые вопросы пятьсот семьдесят человек и ни одного умного умного вопроса по крайней мере а ты видел спилберг ты видел спилберг на тенте да к сожалению погнали в ижевск а что в ижевске можно делать кроме того что кататься на мотоциклах иж чем я занимался всю свою юность где мы когда нарезки из перископа да никогда походу потому что качество с которым перископ сохраняет свои трансляции она совершенно отвратная и это ну ультра зашквар для меня в таком качестве выливать выливать в сеть трансляцию если в следующем году будет видфест приедешь нет я не хочу чтобы на мне обогащались я не хочу чтобы Руслан Усачев в очередной раз стал миллионером может даже мультимиллионером я ни на один фестиваль больше не поеду потому что скорее всего там платить не будут а типа мне вообще никогда не платят на меня со мной рекламочке это не работает я никому не нужен вот а кого-то богаче делать тоже не хочется более того я буду хейтить этот фестиваль все такое так блин нет Усачев еще более-менее был фестиваль да в прошлом году то есть когда мы с Юликом там веселились бегали но фестиваль следующий был который видфест да где спилберг батя устроил да этот как его зовут это балконский устроил фестиваль своей дочерью да и они через свою шавку Петренчука хейтили Усачева его фестиваль как бы я не относился к этим ребятам но тупо хейтить как делать Петренчук это просто низко а Петренчуку типа Петренчуку следует понимать что это человек который сам пророчит всем что им сломают ноги Петренчук говорил что мне сломают ноги отобьют ребра в итоге сам получил блять и так тривиально так прозаически получил в лицо от Никиты Лола блять и так смеялся типа у него перевес ну касательно массы наверное раза в три все равно умудрился просто выступить как шлюха серьезно надо наверное делать ставки кто из видеоблоггеров не сможет избить Петренчука вот ну этот фестиваль еще хуже но я и на ветвес не поеду короче у меня другие дел побольше чем видеоблогинг эх тун-тун-тун-тун-тун как это значит братвею хороший хороший скетчи будет аглиблог а сейчас что по твоему смотря весь прыщах с уродливой стрижкой видел ответов хованского хованский снял снял прыщей не видно только потому что качество трансляции дерьмовое на самом деле у меня вся харя в угрях и в микротрещинках перекрести перед зачетом по анатомии не знаю не собираюсь может что-нибудь поинтереснее придумаешь потяни щеку пиздец у тебя еще развлечение такое требовать где будет чтобы не оттягивать свои свои плоти край это может плохо закончится так ларин я нарезал бирсу батл ваш уже в ю тубе набрал три тысячи просмотров без пиара нарезал так не было вирсу батл тыщет еще смертномордая сука будет предвзято понимаешь потому что он будет голосовать за хованского назло мне хотя он к хванскому относится плохо буду капсом писать что ты видел да я все вижу чувак просто я не успеваю на все ответить как как тебе мк2 шоу гений как энштейн почти что только блевокину любят жрать я не выдержал серьезно они любят жрать жареную блеводину не любят но был один раз не буду как бы это наговорить на ребята не сейчас возможно не жрут блеводину возможно они даже говно не жарят но было что они были в окину жареную один из них как минимум точно ел на фабрике лайков то есть фабрика лайков выпускает талантливых талантливых артистов по-другому не назвал не назвать включи музыку мне лень вставать что устал сегодня если не хотелось снять видео приглашение на одно событие которое я устраиваю ну а в этом позже наверное поедешь к ленинград да очень хочу чтобы это будет экранизация песни для джараха я хочу оказаться от камчатки и до калининграда понимаете может быть что изменится моей жизни после то есть планов получить получить высшее образование к сожалению нет расскажи как бросил пить ну перестал быть как бы вы не поверите православным эти боя михалыча симоновым так себе отвратительно на самом деле гол на кавказ звучит как это типа последняя последняя хитромная веселуха лермонтова где его блядь и застрелили в индию нет гоу в омск о нет не генерирую киев то я сейчас даже гатчину игнорирую я даже кат игнорирую потому что мне дел полно били милькан нет я не пили милькан гоу во все валашск да давайте не будем предлагать никуда куда-то ехать ехать а люди из воронежи вообще как бы радуйтесь что у вас данил ваш земляк и все вам вообще больше никто не нужен в принципе если бы и данил был из окангельска я бы даже из окангельска не выехал я просто гордился этим местом и жил бы в нем с мыслью что да если земля рождает таких людей ах вообще выезжайте лучшего места на свете как раз сводим тебя на место смерти махи господи боже мой тебя не найдут по геолокации что че не спишь я проснулся в обед так чай или кофе child free и зачем ты это сделал что ты всегда будет при своих специфических взглядах нет дело в том что человек не меняется постоянно если меня что тебя проблемы серьезно ну либо ты сверх человек им родился что принципе невозможно ну либо ты лжец и стагнируешь и значит жизнь твоя грустна чутка правее заебал смотреть на чат ну давай вот так а да так виние да и так не не видно там и джинсы лежат видите веришь ли в жизнь после смерти да я в жизнь до смерти то не верю это все какая-то херня и не знаю собачьи бега жизнь так когда начну да я начну жить уже это то что позволяет мне с вами общаться это мой кардиостимулятор подключенный к моим яйцам какое у тебя зрение очень плохое привел трансляцию на меня меня все ругали перевел трансляцию на меня меня все ругали написала девушка она настолько тупо что дважды написал перевел трансляцию на меня меня все ругали да нет как бы тебя не ругали если ты ну не агрилась да то есть даже блин даже мужик из архангельска который был боровиком он это вел себя куда куда логичнее он просто весь засмущался и закрыл трансляцию потом пытался и возобновить но люди прониклись уважением к нему к человеку который просто ну обычный обычный мужик русский буровик до и остались хотя уже не посылал людей просто пришли и снова 2 с ним общаться там максим как бурить там что что самое лучшее в своей жизни ты бурил так аревазов как нащик давыдову когда выдачу и ревазов ну скажем да выдачу я отношусь куда лучше чем к ревазову тёлки с гитарой вообще отбитый блин они такие бывают я причем знаете я их так толсто намекал что сейчас придут люди мол а выступал это где-то на когда я выступал никогда один я выступала там перед аудиторией гороскоп людей было бы 30 человек от хотел бы чтобы ну так было больше ну куда уже больше ну все-таки ну да да возможно почему нет и но я делюсь трансляции антока и все что есть память девич вот она есть она забыла она просто почему она начала агриться она не ты нашли происходит что она задвигала свою теорию что это сбой в программе вот поэтому как бы да они отбитые смотрел охоту надо вылечит да очень захватывающее зрелище и прикол в том что ему даже ничего не надо делать было чтобы на него охота оказывали а я хотел записать целая целая религий шоу охотно лагина но мне к сожалению не удалось это обойдя закон сделать дневник хача я посмотрел ну я как бы натыкался на него скажем так пару месяцев назад но буквально вчера я посмотрел или сегодня даже каким-то боком вы выкинул меня на него и там было бы то описание жизни одного поп исполнителя не буду называть но он жил в такой блять огромной хате просто просто от он ездит на это их по этой хате каких-то неведомых устройств двухколесных и я такой типа о чем популярны да я посмотрел это обычно обычный попсарь в нем нет ничего не души и мысли не посыл как микус короче вот такой вот только поют попсовые песенки и потом они отправились вот с этим хочу прикольности мужик такой нагловато прям правда не очень умный ну в нем есть что-то такое нахрап такой южным народом свойственным хоров свойственные в хорошем смысле и короче они отправились на трусовку всех этих селебрити с телевизора и знаете да там как бы все стоит классно все красиво дорого но знаете что ужасно что они слушают тоже вот это вот говно не слушают я не верю что то есть я был в разных компаниях и те компании которые мне нравились там играла если на классная музыка то есть там не могло играть вот такое электронное говно знаете типа диктоник не мог там играть там не могло играть ну то есть если даже происходило то там лететь чё-чё происходит почему 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 слышим это говно перескоп засосал да не сейчас закончим не просто я хотел провести итоги чё я к тому что люди оттуда они совершенно без чувства вкуса то есть мало того что они сами делают говнище так вот этот вот свет общества до тусовка там мастаде кажется было они находятся в помещении где играет дерьмовая музыка где дерьмово но дорого обставлено все и это страшно потому что эти люди задают дискурс медийный и детка ну как бы ад вот поэтому лучше туда не лезть уйди отсюда ларин амиран не глупый он умные мысли выдвигает бывает да бывает да бывает и я умные мысли сдвигает по-вот конечно я осел как осел понимаешь человек интеллектуально истощается все равно он не может долго в смысле не неважно не буду развивать эту мысль она жутковата немножко поэтому интервью не длятся обычно дольше час то есть какие бы интересны не были выпуски время от времени у miniv life но не все естественно гости при интересном были интересные гости свое время но интервью полтора часа это потолок абсолютно час амиран тоже child free ну красно может нам с ним встретиться и типа перепихнуться раз мы child free оба ты к этому клонишь до приятеля будет ли еще транса сегодня да нет наверное так какая блять амиран разводит шкур потому что у него бабок до хера у меня задача сложнее мне приходится по нищебски подкатывать девицам и пользоваться напрягать свои мозги это ужасно тяжело у мирана нет денег ну не знаю как как я слышал он участвует в съемках всяких крутых шоу ты юлику изменять собрался и здесь сидят такие эти ослы ладно ладно я вынужден бежать потому что мне надо еще немножко скажем так не разлагаться на сегодняшний день стой стой давайте немного если будет вменяемый вопрос будет ли что-нибудь совместное с соколовским я думаю кислород вот то есть если находиться с ним вновь в одном помещении как было когда я приезжал с стендапом в екатеринбург а так ну не знаю как что я не вижу ничего вообще вообще ни с кем никаких коллабораций у тебя есть функция платить похороны нет к сожалению так быстро задали хороший вопрос так так скучно 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 я не знаю кто такой лобушкин с данилом да с данилом возможно но тоже чувак далеко находится я впечатление что куда-то выбираться умеешь крутить ее нет я только умею отбирать ее у девочек чтобы мама потом била и я потом бы как злобный карлик ополчился на нее и бил ее до конца своих дней только вот в таком смысле сходил бы номинаев лайф да безусловно претестом был у сачев наверно уж типа мне бы там нашлось место хотя сачев был диктирован да как творчество брат вьет на вас это говорил уже 500 раз ким когда шьян отличный вопрос спасибо как заставить тебя уверовать передвинь гору то есть это в книжке написано если верующий взмолит гора передвинется да куда он попросит или рукоположением человек вылечит от кори или от проказа другого человека будучи верующим это просто тебе скучно да безумно ладно ребята всем пока подписывайтесь на канал подписывайтесь на вот эту хуйню как она называется я не помню